Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. Я в начале года купил себе металлоискатель, ну, с тем, чтобы ходить по пляжам. Сезон закончился пляжный, и вот я первый раз сегодня выбрался на пляж. Мысль номер один этого видео, не покупайте металлоискатель, если хотите ходить по пляжам, потому что времени на это вы не найдете, вот, даже если у вас времени полно. Короче, я что себе придумал? У меня времени ровно два часа, и я хочу вам показать, что на пляже можно найти за два часа. Вот, прям, все золото, все серебро, все бриллианты, которые здесь есть, я попробую за эти два часа найти и вам продемонстрировать. Погнали! Итак, запускаем металлоискатель. Ставим на чувствительность где-то 80. Дальше отстраиваем ход почвы. И убираем черный металл. Вот, теперь должен искать только монетки, золото, бриллианты. Ну, в смысле, не бриллиант, монеты, золото, серебро. Сейчас покажу, как реагировать на серебро, чтобы мы знали, какой нам искать звук. У меня есть серебряное колечко. Вот такой должен быть звук. Запомнили. Первый сигналчик. 49,50. Сейчас узнаем, что это. Внимание, друзья, и это самая популярная находка на пляже. И это не золото, и даже не серебро. Это такая штука. Я почти уверен, что таких сегодня миллион найду. Еще один сигнал, но он стрёмный. 42, 43. Ну, 49,50. Мы знаем, что это алюминия. 42, 43 сейчас узнаем. А, нет, видите? Там что-то 80 мелькало. Может, серебро? Внимание, это... Ой, не серебро. Это вот такая алюминиевая пробка. Подошел чуть ближе к воде. И тут, смотрите. 74, 79, 77. Что-то поинтереснее, видимо. Посмотрим. Так, я был прав, друзья. Первая монетка. Здесь копеечек. Вот такие вот порепанные. Такую ямку выкопал. Ну, деньги он ищет. Уже хорошо. Я тут выкопал пару десятков пробочек. Показывать не стал. Нет смысла. Опять, видите? 70, 80 мелькает. Ну, наверное, какая-нибудь современная монетка. А, нет. Не монетка. Просто кусочек железяки. Так, что ты тут? Узвокойся. Узвокойся. Вот. Че-то пока золота нет, друзья. Какой-то пляж. Ну, кстати, да. Если вы будете писать, что пляж какой-то стрёмный, на самом деле это городской пляж. Города Липецка. На том берегу есть центральный городской, но он был два года на реконструкции. Соответственно, этот пляж два года выполнял функции городского. То есть, ну, если есть золото в Липецке на пляже, то оно здесь. Так, в травке. Выковырнули, локализовали. Вот в этом кусочке где-то. Ага. Смотрите-ка. Российская Федерация. Ну, похоже на монету, да? На царскую. Не очень, конечно. Ну, вот так вот. Я прошёл вот от кустов сюда, видите, всё, закапушки. Это всё пробки. Вот. Но здесь сейчас интересный сигнал. Смотрите. 79, 90, 89, 83. Нет, такого ещё не было. 86. Возможно. Это золото. Давайте копать. 86, 88. А? Класс. Ну что, нашёл я золото, нет? Вот такая вот штука. Это защёлка. Значка. Пищит. Пищит. Но это не она. Это не она. Помимо застёжки, здесь ещё лежит кусочек арматуры. Ну, не мог же он на 90 пищать. Сейчас ещё смотрим. Ещё немножко выкопал. И второй кусочек арматуры. В общем, это вот эта штука пищала на 90, как золото. А? Может, они золото? Хе-хе-хе-хе-хе-хе. У меня прошёл час поисков. И среди тысяч пробок попалась одна монетка. Ещё 10 копеек. Итого, друзья, 20 копеек. Я близок к тому, чтобы окупить металлоискатель. Он, если кто не знает, стоил мне 10 тысяч рублей. Хе-хе-хе. Кто? В серьёзной математике сколько таких монеток надо найти, чтобы окупить? Хе-хе-хе. А, ещё лопатка, Сарю. Ух! Вообще не вариант. Смотрите. Опять что-то странное. 86, 90, 40, 41, 89. Ну что, делаем ставки. Золото, нет? Или кусок железа. О! Вот это вот коллекционная редкость уже, друзья. Одна копейка. Серьёзно. Итого, я нашёл сегодня уже 21 копейку. Уровень. Тут я нашёл копейку. Вот тут был ещё один сигнал. Вот я выковырнул. И как будто бы ещё одна денежка сейчас вводит. Да, в руке. А где в руке-то? Вот это что ли? Вот это что ли? Что такое? Что это такое? А? Пуля. С войны 812 года. Ну? Которой тут никогда не было. Смотрите, какая неожиданная находочка. Вот. Вот такой стальной блинчик. Квадратный дециметр. Десяточки. Тяжёленький. Ну, вот таких вот штук тысячу найти. И, может быть, что-то я бы заработал. Ну, тоже забавно. Вот что ещё можно найти на пляже. Видите, лавочка. А здесь фундамент старой лавочки. Вот. Я уверен, что два метра и будет такая же труба железобетонная. Вот такой вот ямавый ров. Вот ради вот этого кругляша. Сейчас глянем, что это у нас. Один рубль. Итого. Один рубль. Двадцать одну копейку я сегодня заработал. Крутое дело. Пляжный поиск. Я что-то интересное копнул. Смотрите. Что это такое? Была бы здесь война, я бы сказал, что это диск. От ППШ. А это, друзья, я даже не знаю. Пищит прям жёстко. Так, вытаскивайся. Что это такое вообще? Не знаю. Сейчас выточку покажу. Охренеть, блин, руки грязнящие. Чё такое вообще? Смотрите. Тяжелое. Ну, не очень, но тяжелое. Забавно. Друзья, пишите в комментариях, Чё это заговорено? Ещё немножко находок. Смотрите. Раз. Раз монетка. Вот она ещё одна монетка. Два рубля. Я всё богаче-богаче, короче. Почему-то нет ни одной советской монетки. Хотя пляж на самом деле старый. Очень странно. Ещё одна на этом месте. Вот она. Смотрите-ка. Да просто кто-то высыпал современных монет и всё. Где, может, они разного времени? Это у нас 50 копейка. Кажется, я нашёл годное место. Какая? Не считали? Четвёртая монетка. На этом участке. Либо, смотрите, вариант, что весь пляж выбит. Вот. А я просто зашёл, я чуть дальше отошёл. Пляж вот там, а я здесь в кусты зашёл. Либо, да, весь пляж выбит, а здесь ещё никто не ходил. Видите, одна копейка. Либо просто здесь кто-то рассыпал мелочи. Вот именно на этом участке. Не знаю. Вот. Ну, как бы вселяет надежду. Значит, надо идти куда-то туда дальше, в кусты, за границей пляжа. Там те монетки нашёл. Здесь вот ещё 10 рублей нашёл. Короче, делаем вывод, что весь пляж выбит. Ну, судя по тому, что там вообще ничего не было. А здесь вот на одном маленьком пятачке сразу столько монеток. Соответственно, надо идти туда. Так. Мои два часа на пляже закончились, друзья. И вот только под конец. Только когда я уже подошёл к границе пляжа, начали появляться монетки. Пусть современные, но всё-таки монетки, да. Миллион пробок я нашёл. Соответственно, друзья, если уж делать какие-то выводы, да, по поводу металлоискателя, имеет ли смысл покупать металлоискатель, чтобы ходить по пляжу? По мне так нет. Потому что давным-давно всё уже найдено. Я думаю, что здесь, на этом пляже летом, каждый вечер и каждое раннее утро ходит кто-то с металлоискателем. Каждый день, всё лето. Вот. Соответственно, нужно искать вот такие какие-то потайные места, всякие кусты, какие-то полузаброшенные места. Может быть, там что-то есть. Вы всё сами видели, друзья, что реально можно найти на пляже за два часа. Ничего. Вот. Но в следующий раз пойду туда, за границу пляжа. Там должно быть поинтереснее. Миклуха Макфая, друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока.